Будущие лидеры Северо-Восточной Азии количеством в 50 человек съехались в Ирниту на интеллектуальный батл. В основе первого международного фестиваля интеллектуальных соревнований школьников три олимпиадных формата по математике, информатике и английскому языку. В Ирниту лучшие ученики из трех китайских провинций, монгольской частной школы с углубленным изучением математики и учащиеся Иркутского лицея госуниверситета. Наш университет занимает достаточно серьезные позиции как в российском пространстве, так и в международном по последнему рейтингу QS. Наш университет вошел в 5% лучших университетов стран БРИКС. Несмотря на разницу в образовательных стандартах, в техническом университете удалось создать универсальные программы для проведения соревнований. В первую очередь работали с заданиями по математике. Что касается информатики, мы также постарались сделать универсальную программу, то есть это и знание о компьютерах, и знание о системах, и написание алгоритмов с помощью любого языка программирования, которое проходит в школе. То есть, допустим, в нашей школе это может быть один язык, а в школе у монголов это может быть другой язык. Поэтому мы предоставили возможность студентам написать алгоритм в соответствии с теми знаниями, которые они получили в школе. Что касается английского, мы взяли усредненный тест IELTS. Общение и все задания строго на английском. Единственное место, где языковые навыки были менее ценны, чем смекалка и логика, это каворкинг, где проходили инженерные соревнования. За час-полтора нужно было собрать метательную машину-катапульту и поразить мишени. Чем больше и точнее, тем выше бал. Они направлены на развитие инженерной мысли, чтобы люди могли из подручных материалов, те, которые имеются в наличии, создать какой-то инженерный объект. Поскольку, к сожалению, инженеру довольно часто приходится так действовать, создавать из того, что есть под рукой, а не то, что есть в справочниках. Для инженерных соревнований формировали интернациональные команды, учили взаимодействию и взаимопонимание. Это, конечно, талантливые молодые ребята, которые собираются заканчивать школу в следующем году, сдавать выпускные экзамены. Это потенциальный контингент для поступления в наш университет. В целом, как считают в техническом университете, проба проведения испытаний для школьников в ее интернациональном варианте вполне может быть интересной и для столичных университетов. Это очень интересный опыт. Я думаю, что этот опыт надо, во-первых, нам расширять, во-вторых, мы можем его масштабировать, то есть мы можем учить другие университеты, как это проводить, потому что в основном московские и петербургские университеты учат университеты, удаленные от центра, как проводить какие-то мероприятия. Здесь они могут сами. Как и в любой Олимпиаде, без наград не обошлось. Их вручили лучшим участникам, набравшим самое большое количество баллов в индивидуальном зачете. Я очень рад, что занял первое место, потому что я не считал, что у меня знания такие хорошие будут. Меня зовут Уймен, я студентка, я учусь в старших классах, и я изучаю много разных дисциплин, изучаю английский язык и информатику, и я очень рад, что сегодня я принимал участие в таких замечательных соревнованиях, и что я занял первое место по информатике. Я бы порекомендовал участвовать еще в любой Олимпиаде, потому что Олимпиада – это шанс проверить свои знания, Олимпиада – это шанс, чтобы тебя увидели и чтобы о тебе узнали. Играет музыка. Продолжение следует...